Продолжение следует... 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 Папа, пожалуйста, не уезжай. Останься. Прошу тебя. Это тебе. Что это? Открой, посмотри. Яичко? Не только. Открой его. Часы. Этот бригет подарил мне мой отец, твой дедушка. Теперь я дарю его тебе. Спасибо, папа. Папа, не уезжай. Останься. Будем все вместе. Пожалуйста. Доченьки, родные мои, смотри. Славные мои. Славные мои. Славные мои. Никки, все на нас смотрят. Виднешь? Ну и что? Отправляемся, государь. Люблю. 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 Иррю, слушай награду! Береги себя, Никки. Убий. Я неvoir. Славные мои. quest, у cuadраде. Может быть, treiete. Будем можно закончить. Папа, я знаю. Береги себя, видите? Люди, ли vivir. Папа, я goggles. Продолжение следует... 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 Ну, давай, читай. Ваше усущество, давайте лучше картинки посмотрим. Читай. А может, бокс? Давай. Ну, вот, с дебрегет уронил. Что это? Это часы. Ваше усущество. Славная вещица, стоить должно быть дорого. Идут? Идут. Слава Богу. Бокс! Ну, как? Отлично. А книжкой? Можно. Евгений Онегин. Ну, как? Хорошо. А теперь подушку. Отлично. Удар. Еще удар. Еще. Хорош. Удар. Ну, как? Как? Удар. Ваша взяла. Мама. Потсман, оставьте нас и позовите Татьяну Николаевну, пожалуйста. Слушаюсь. Как ты, родная? Хорошо. А что случилось? Потом расскажу. Мама-то звала? Что случилось? Ужасная новость. Бунт-востание в Петрограде. Военные изменяют присяги, переходят на сторону толпы. Господи, какая же это новость? Я же тебе об этом говорила. Когда ты мне говорила? Позавчера еще говорила. Что же, ты меня совсем не слушала? Да, возможно. Вы все больны. Голова идет кругом. Но это еще не все. Родзянка просил передать нам, чтобы мы поскорее уезжали отсюда. Куда, мама? Куда? Не знаю. В Ливадию, наверное. В Ливадию? Вот здорово. Сидеть. А, по-моему, мама, это очень хороший совет. Ведь если восставшие придут сюда, нам же будет хуже. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, мама, что надо собирать чемоданы и двигать отсюда к папе. У него там войско. Что за выражение двигать? Двигать, мама, это значит уносить ноги, пока мы целы. Но вы же все больны. Лично я здорова. У тебя ухо болит. Пустяки. Закутаемся потеплее и на вокзал. Верно? Верно. Закутаемся и к папе. Он нас во виду не даст. Надо ехать. Мама, ты должна это понять. Да, характера тебе не занимать. И в кого ты у меня такая? В прабабку. Королеву Викторию. И в тебя, мама. Немножко. Пойду дам распоряжение, пошлю телеграмму папе. От твоего имени, разумеется. Можно? Покажешь мне. Конечно. Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба России и династии. Председатель Государственной Думы Родзянко. Ну и что же хочет от меня Родзянко? Новое правительство, ответственное перед Думой, во главе с ним самим? Совершенно верно, Ваше Величество. Именно так. Хорош. Нечего сказать. Стало быть, Конституция. Стало быть. Можно сказать. Разрешите доложить, Ваше Величество. Толпа взяла штурмом кресты. Освобождены не только политические, но и уголовники. Батюшка, Света, час, свой часу нелегче. В городе начались грабежи, мародерство. Двести пятьдесят тысяч бастующих. Только что из Царского по телефону получили запрос графа Бенгендорфа. Что в нем? Не желаете ли вы, чтобы Ее Величество вместе с детьми отправилось к вам на встречу? С больными детьми мне на встречу? Какая в этом необходимость? Я сам к ним приеду. Необходимость очень острая, Ваше Величество. В Петрограде революция. Опасные минуты, Ваше Величество. В Петрограде неопределенность. Правильное ваше место и место наследника в Ставке здесь. Справедливо сказано, государь. Вся Россия в покое. Кроме Петрограда нигде беспорядков нет. Вся действующая армия строго вам подчинена. Как же вы, государь, можете все это оставить и ехать сам на опасность в Царское? 64 дивизии ждут только сухой дороги и приказа о наступлении. Снарядов теперь вдоволь, государь. Немцев мы побьем. Победа близка, Ваше Величество. На расстоянии вытянутые руки. Да, пожалуй. Благодарю вас, Михаил Васильевич. И вас, Илья Леонидович. Благодарю вас, господа. Предлагаю всем пойти по печику. Мы за. Вы не возражайте. Прошу вас, господа. Владимир Николаевич, задержитесь, пожалуйста. Слушаю. От Бетховена уходит служанка. Он так расстроился, просит ее, Анна-Мария, не покидай меня, не покидай. Ты меня столько лет вдохновляла. Она говорит, кто? Я? Я? Через час выезжаем. Куда? Царское село. Приказ государя. Редактор субтитров Что вы предлагаете конкретно? Предлагаю склонить государя к отречению. Если это не сделаем мы, это сделают. Чхиидзе и Керенский с Савдепом. Совершенно с вами согласен, Александр Иванович. Сегодня утром я должен был ехать к государю. Но меня не пустили. Советы требуют, чтобы со мной ехал Чхиидзе с батальоном солдат. Именно поэтому мы должны действовать тихо и быстро, никого не спрашивая. Надо дать России нового государя. Тогда юридически революции как бы не будет. Браво, Александр Иванович. Я согласен и поддерживаю. Я тоже поддерживаю. Решено. Ваше Величество, прибыл командующий Северного фронта, генерал Русский и с ним двое. 21. Кто? Начальник штаба Северного фронта, генерал Данилов. 22. Начальник снабжения, генерал Савич. Где они? Столовые, я им чай предложил. Пьют. 24. Чду. 25. Ваше Величество, все командующие фронтами за ваше отречение. И генерал Алексеев? И генерал Алексеев. Это общее мнение. Хорошо познакомиться с их телеграммами. уникальным фронтам. И ваше заход�э. dressmen. Дорог Joe. Жизнь ваше отречение. Обстановка, Ваше Величество, крайне тяжелая. Она не допускает иного решения. Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России. Я горячо присоединяюсь к сказанному. Эта жертва нужна для блага России, для конечной победы. Но, как знать, господа, действительно ли вся Россия за мое отречение? Прошу прощения, государь, но сейчас не до анкет. Ситуация складывается так стремительно, что всякое примедление чревато гибелью. Только Ваше отречение, смиренно, христианское, спасет Россию от смуты и от военного позора. Может быть, может быть. Скажите, доктор. Но только откровенно, не щадя моих отцовских чувств. Будет ли мой сын, Алексей, жить так, как все живут? И сможет ли он царствовать? Понимаю, Ваше обиде, что всю боль вопроса и ответственность момента. И поэтому не буду лгать Вам. По науке царевич Алексей не должен дожить и до шестнадцати лет. Но медицина, доктор, может ошибаться. Случается, Ваше речство. И, как говорится, да, это Бог. Но исцеление наследника было бы чудом. Сохранить и продлить его жизнь можно только крайней предосторожностью. Благодарю Вас, доктор. За что? За правду. Ведь ее так трудно высказать. Зато теперь я точно знаю, как мне надо поступить. Благодарю Вас, Сергей Петрович. Благодарю вас. Благодарю вас. Алексей Петрович. Благодарю вас. Субтитры создавал DimaTorzok Господа Гучков, Шульгин, честенец, государь примет вас, прошу следователя. Субтитры создавал DimaTorzok Я принял решение отречься от престола. До трех часов сегодняшнего дня я думал, что смогу отречься в пользу сына Алексея. Но позднее я переменил решение в пользу брата Михаила. Я думаю, вы поймете чувство отца. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Господи, помилуй! Субтитры сделал DimaTorzok Вот текст отречения Субтитры сделал DimaTorzok Как? А что это будет значить практически? Фактически это будет значить, Ваше Величество, что охрана дворца переходит от сводного полка и конвоя к войскам гарнизона. Кроме того, вам не разрешается пользоваться телефоном. Ваша корреспонденция подлежит контролю. Те лица и свиты, кто не пожелает быть арестованными, обязаны покинуть дворец сегодня же до четырех часов дня. У меня больные дети. Им требуется лечение. Врачи будут пропускаться беспрепятственно, Ваше Величество. Но в сопровождении охраны. Когда я увижу мужа? По нашим сведениям, его величество прибывает в царское завтра, 9 марта. Генерал, нас не оставят вдвоем? Ответьте, генерал. Скажите правду. Что с нами будет? Ваше Величество, не огорчайтесь. Вам не грозит ничего худого. Это пустая формальность, мера предосторожности против разгола мятежных войск. Все равно ведь вы привязаны к месту, пока хворают ваши дети. А когда они выздоровеют, я слышал на Мурмане, вас будет ждать британский крейсер. Так что не отчаянитесь. Звали, Ваше Величество. Только что генерал Корнилов от имени Временного правительства официально объявил мне, что мои дети и я арестованы. Слуги и работники, не желающие переносить все тяготы с нами вместе, должны покинуть дворец до четырех часов. Я остаюсь, Ваше Величество. Мерси, Пьер. Иного я и не ждала. Теперь, мой друг, прошу вас помочь мне и поговорить с моим сыном. Ему надо все объяснить. С ним сейчас доктор Боткин. Пусть он придет ко мне. Здравствуйте, господа. А что это вы там делаете? Ищем брюгет. Пап, преподаватель, где волосы будет? Евгений Сергеевич, было бы хорошо, если бы вы навестили Ее Величество. Она сейчас в Большом кабинете. Ваше Весочетство, я к вам позже зайду. Алексей Николаевич, у меня для вас новость. Какая? Завтра приезжает ваш отец. Вот здорово. А мама знает? Ну, разумеется, она мне об этом и сообщила. А во сколько приезжает папа? В 11 часов. И больше в Могилев он не поедет. Почему? Потому что ваш отец более не хочет быть главнокомандующим. Значит, я никогда больше не пройду с папой в Ставку и в войска? Ну, не огорчайтесь, Ваше Весочетство. У вашего отца теперь будет значительно больше свободного времени, и вы сможете чаще видеться с ним. Дело в том, что ваш отец не хочет быть более императором. Почему? Он устал, и в последнее время у него было множество всевозможных трудностей. А, да. Мама мне говорила, что когда он ехал сюда, его поезды расставали. Но после папа будет императором? Почему? Ваш отец отказался от престола в пользу брата своего, великого князя Михаила Александровича. Стало быть, теперь император не папа, а дядя Миша? Великий князь Михаил Александрович тоже отказался от престола. Но если не будет императора, кто же будет управить Россией? Ну, Россией будет править Временный комитет, созданный Государственной Думой до созыва учредительного собрания. Возможно, тогда ваш дядя Миша взойдет на престол. Откуда это у вас? Подарок. Чей подарок? Их высочество, Алексей Николаевич. Вы не обижайтесь, Боцман, но я должен проверить, и таков порядок. Да вы присаживайтесь, дело ваше. Проверяйте. Только уйти я должен до четырех. Я с господами оставаться не могу. Я понимаю, понимаю. Постараемся выяснить быстрее. Ты почему плачешь, милый? Мне папу жалко. Где ты была? Почему она долго не приходила? Дела задержали, прости меня. Еще мне Боцмана жалко. Почему он от нас ушел и даже не попрощался? Боцман плохой человек. Позабудь о нем. Неправда. Он очень хороший. Он мой друг. Боцман нечестный. Нет, мама, ты не имеешь права так о нем говорить. К сожалению, имею. Нет, не имеешь. Успокойся. Вот. Это твой брикет. Где ты его нашла? Я его потерял. Милая, нашла его не я, а дежурный офицер. И знаешь где? Где? У Боцмана для Ревенку. Как это? Очень просто. Боцман взял его у тебя и теперь сидит под арестом, как вор. Неправда. Он не крал его у меня. Я ему его подарил. Боцман хороший. Ты говоришь мне правду? Да. Боцман хороший. Ты сказал, что потерял? Да, сказал. Я просто забыл, что я его уже подарил Боцману. Когда же ты успела? Вот это ушло и от тебя не было. Ясно. Ты знаешь, что мы сейчас сделаем? Я позвоню дежурному офицеру и попрошу его освободить твоего друга Боцмана. Я велю ему передать твой подарок и принести извинения. Ты доволен? Мамочка, я тебя очень люблю. Прости меня. Пожалуйста. Все в порядке, Боцман. Может, идти. Ваше Величество, это полковник Кобылинский, новый начальник караула. С ним штабс-капитан Коцегу. Прошу вас. Ваше Величество, этоART. И, alliance. Какой мы тебе! Какой нам? Какой намdar? Какой! Эй! КОНЕЦ Открыть ворота бывшему царю! КОНЕЦ Сынок! Сынок! Родина! О! Сынок! А-а-а! Кто там? Ваше Величество, прошу прощения, это граф Бенкендор. В чем дело? Ради Бога, простите, Ваше Величество. Комиссар Савдепа Масловский хочет видеть Его Величество. Какой комиссар? Какого Савдепа? Я сейчас все объясню, Ваше Величество. О, государь Амигрень! Он ужасно измучен. Что еще им от него надо? Только убедиться, здесь ли он во дворце. Маслов! Ваше Величество, посмотрите в окно, умоляю вас! Ники! Мальчик! Послушай! Родной мой! Надо встать, одеться и пойти. Там ждёт тебя комиссар Савденко. Масловский. Он очень хочет тебя видеть. Некий, милый, любимый мой. У меня ужасная мигрень. Надо встать и пойти. Ты должен, пупсик должен. Зачем? Здравствуйте. Ну, я пошёл. Идите, государь. Я оберт Папрукевинский. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Фёдорович. Это моя семья. Мой сын Алексей. Здравствуйте. Две старших дочери. Ольга. Татьяна. Остальные больны в постели. Если хотите, их можно увидеть. Нет, нет, что вы, я не хочу их беспокоить. Моя супруга, Александра Фёдоровна. Николай Александрович, я бы хотел переговорить с вами наедине. Пройдёмте, пройдёмте в кабинет. Прошу прощения. Какой неприятный человек этот Керенский. Он потому такой, что не уважает папу. И маму тоже. Разумеется. Потому что теперь наши папа и мама никто. То есть? Частные лица. Какая ты нечуткая дочка. Жестокая. Почему? Я вас, папа, очень люблю. Тогда почему ты так говоришь? Потому. Что это? Мысею. Не обращай внимания, мама. Не в себе она. Пропадают волосы. Она лысеет. И ты. И я тоже. А что такого? Боже, как это что? Оленька, вы же невесты. Евгений Сергеевич сказал, это нормально. А витаминоз после кори пройдёт. Нужно только постричься. Почему он не сказал мне? Ну пойми нас, мама, ну кому хочется ходить бритами? А по-твоему, ходить лыцами лучше? Разумеется, хуже. Ники. Что это значит? Все мои бумаги, вся переписка, в том числе личная, всё конфисковано. Почему? Работает чрезвычайная следственная комиссия. Ищут преступления, совершённые старой властью. Тобой? Совершенно верно, родная. Мною в первую очередь. Ещё кем? Ещё. Моими министрами, помощниками. У меня их было много. Мною. Разумеется, родная, такова форма. Но им не удастся найти эти самые преступления. Но главное, они подозревают нас в измене. Не нас. Меня. Но почему нас? Нет, меня. Я знала. Ждала чего-то подобного. Раз наполовину немка, значит, шпионка. Как гнусно это я-то. Я, внучка королевы Виктории, принявшая православие всем сердцем. Аликс, что с тобой? Выпей. Выпей. Не верь, отзадка. Не верь крейсерскому. Они нас обманывают. Мы не уедем в Англию. Твой кузов Георг от нас отказался. Успокойся. Прошу тебя. Я знаю. Крейсера из Англии не будет. Нас всех сошлют с Тибири. Нас всех на родину старцы. Григория Ивановича Распутина. Распутина. Я только что видела его по сне. Он взял меня за руку, подвел к двери. Сказал, открой и смотри. А там были все мы, ты и я, дети. Еще кто-то не разглядел. Все в страшном мире. Мететь твою мать. Господи, прости. Ну, мама, я прошу тебя. Григория. Продолжение следует... А ты знаешь, чья это музыка? Знаю. Её написал дядя Миша. Правильно. А где он её написал, знаешь? Знаю. В Ливаде. А вот и не знаешь. А где? В Екатеринославе. На манёврах. В палатке. Откуда в палатке рояль? А он на гитаре. Дядя Миша. Дядя Миша. Папа, мама, я дядя Миша приехал. Миша. Миша, как я рад тебя видеть. Я тоже очень рад, Коля. Здравствуйте, Николай Александрович. Здравствуйте, Александр Фёдорович. Добрый день, сударыня. Я договорилась, нам разрешили. А ты знаешь, куда мы едем? Куда? В Тобольск. В Тобольск? В Тобольск. Я говорила. Сударыня, поверьте, там очень лояльное население и удобный, благоустроенный губернаторский дом. К тому же это, Николай Александрович, будет гарантировать вашу безопасность. Ну, а на прощение, Николай Александрович, я с особой радостью хочу сообщить вам, что все наши подозрения по поводу вашей так называемой измены не подтвердились, с чем я вас искренне поздравляю. Благодарю, Александр Фёдорович. И вас, сударыня, тоже. От всей души. Желаю вам благополучного путешествия. Ну, а весной, Бог даст, обстановка изменится. И тогда вы сможете перебраться в Крым, в Ливанию. Прошу вас. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поймал! Лёша, смотри, далеко не заплывай! Там пиявки. Да не было никаких пиявок! Отличная вода! Простаемся, Никки, жарко. Включай. Снимите внастерку. Что это? Что, милая? Это, дорогой. Ах, эти фото. Да, эти фото. Откуда? Это память о лебедином озере Чайковского. Дивный был спектакль. Мы там были вместе с папа и мамао. Придем тут папа и мамао. Что за создание? Это лебеди. Лебеди тебе не стыдно? Алекс, милая, если они тебе не по душе, дорогая, я их бросаю. Алекс, родная, подожди. Я тебе сейчас все объясню. Ты неправильно меня поняла. Алекс. Это село Покровское. Родина старца Григория Распутина. Помнишь, мой сын? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 И не помню, откуда дохнула в лесок, Забивая, сгорая, пошла на крыльцо, Открывая окно, увидал я сирень. Это было весной, будет оручий день. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто это? Не знаю. Где это он так научился? А я его видела в поезде. А, это рядовой Денисов. Я его знаю. Юнга служил во флоте. Один в Италии. Теперь стрелок. Откуда ты все это знаешь? Он сам рассказывал. Где это он тебе рассказывал? Мы с ним рыбачим. Да он виртуоз. Где это он так научился? Самородок. Не мешайте слушать. Что-то очень знакомое, правда? Да это же Реджинелла. Неаполитанский романс. Забыла? Не помню. Его же Давыдов пел у нас на вечер в Левадии. Какие тогда были розы. А, вспомнила. Что-то. Алексей Николаевич, пригласите даму на танец. Я рисую. А если дама попросит? А если она очень попросит? Извольте. Благодарю. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Андрей! А вас, Анастасия Николаевна? Так точно! А вас? А меня, Ольга Николаевна! Вы очень хорошо играете на мандолине! А вы хорошо поёте, Ваше Высочество! У вас очень красивый голос! Спасибо! Эй, Денисов! Бери Семёнову и давай царю сортирщисти! Быстро! Слушаюсь! Извините, служба! Бегом! И кто бы мог подумать, что здесь в захолустье будет так хорошо и весело! Да, действительно, здесь очень уютно! Мне здесь очень нравится! И у неё тоже! Лишь только вечер затеплется синий, Лишь только звёзды зажгут небеса, И черёбур в теребряных дыни Жемчугами украсит роса! Жемчугами украсит роса! Иди! Иди! Мой кот! Ты не ушибся, сынок? Нет, папа! Скажи, Алюш, как по-твоему, я был хороший царь? Папа, я тебя очень люблю! Я, кажется, промахнулась? Конечно, промахнулась! Дорофеева в лоб попала! Да и постреляет, да и постреляет! Мазил! Форточку закрой! По стул! Алексей Николаевич, передовой Дорофеев утверждает, что из вашей форточки три минуты назад был произведён выстрел. Кто стрелял? Я! Где оружие? Где оружие? Вот! Алексей Николаевич, я обязан конфисковать у вас эту рогатку. Волю вашу берите. Рядовой, простите меня великодушно. Я виноват. Я очень сожалею. А я могу промыть рану и сделать вам перевязку. Ещё чего? Правда, правда, я это умею. К тому же ранение лёгкое. А если бы в глаз? Тогда было бы тяжёлое. Спасибо! Разрешите идти? Идите. Ай-яй-яй, Алексей Николаевич. Ай-яй-яй, Алексей Николаевич. Виноват. Мы постановили и требуем с завтрашнего дня всем офицерам снять погоны и больше их не набивать. Всем офицерам? Точно всем. И царю Николашке тоже. Какие у вас ещё будут требования? Завтра всем фотографироваться. И в профиль, и в анфас. Зачем? Как заключённых. Как они нас раньше, так и мы их теперь. Что ещё? Мы вот тут на нарах спим, и довольствие у нас плохое. А Николашка, хотя и арестован, а у него мясо в помойку кидают. Три недели назад я отправил правительству телеграмму об увеличении вашего довольствия. Правительству. Приказало долго жить ваше правительство. У нас теперь наше, новое правительство. Ясно. Ваше вичество. Керенский бежал, власть захватил Ленина. Ульянов. Ульянов. Когда это случилось? 25 октября. Ого. Вы почему бесшенели, Евгений Степанович? Зима на дворе. Простудитесь. Позрешите идти? Идите. Честь имею. Давай. Папа, кто такой Ленин? Лидер большевиков, юрист, окончил Казанский университет. А он получше не был. Не знаю, Алеша, я с ним не знаком. А хотел бы познакомиться? Нет. Теперь боком. Следующий. Не шевелиться. Внимание. Снимаю. Готово. Готово. Теперь боком. Готово. Следующий. Пожалуйста, уведи меня отсюда. С удовольствием. Не шевелитесь. Снимаю. Готово. Теперь боком. Следующий. Благодарю. Брак. Но ты кукла. Да я тебя за насмешки такие в холодный чулан запру, дура. Пожалуйста, не крестите на мою сестру, сударь. Чего? Чего-чего? Не крестите на мою сестру. Извините перед ней сейчас же. А ты заткни, давнюк. И не верь! Слушай, тебе больно? Ты ушибся. Не больно, никак. Да пустите в меня, я сам. Сударь, я вызываю вас на дуэль. Ты меня? Я вас. Да я тебя задавлю, засранец, термин. И давай, дорогая, смирно! Кариндантскую шага марш! Ну и семейка, блядь. Что вы сказали? Да и что слышал. Стоять! Извините, пожалуйста. Слушаю вас. Ваше Величество, власть ускользает из моих рук. Я больше не могу быть вам полезным. Если вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно расшатались. Понимаю. Евгений Степанович. От себя, от жены, от детей. Прошу вас остаться. Вы видите, мы все терпим. Надо, чтобы и вы потерпели. Прошу. Хорошо, Ваше Величество. Я остаюсь. Ради вас и вашей семьи. Ой, папа, прости меня, пожалуйста. Евгений Степанович, доброе утро! Папа, Анастасия не пробегала? Пробегала и очень быстро. А что случилось? Папа, она стала просто невыносима. Она убежала с моим мапасаном. Опять? Опять? На, жадина, читай. Я же еще и жадина. Да, температура у вас 38,5. Я думаю, это последствия кори. Придется вам, Ольга Николаевна, еще полежать в постельке. Копейте морс. Невраниченым количеством. Поправляйтесь. Спасибо. Да, гематома значительная. Почему ты скрыла от меня, что ушибся? Мне не было больно. Честное слово. Ваше Величество, можно вас на минутку? Правда, правда. Ох, Леша. А теперь я позволю тебе сказать несколько слов о здоровье Ольги Николаевны. Пожалуйста, Евгений Сергеевич. Дело в том, что легочный рецидив дал высокую температуру. И все это на фоне острой дисфункции, она уже потеряла много крови. И продолжает делать. О, мой год. Что же делать? Есть один надежный выход. Какой? Переливание крови. Это опасно? Это необходимое. Нужен донор. Я готова. Вам это не показано. О, мой! ПОЙдτί М. Продолжение следует... Продолжение следует. Как Вы себя чувствуете, Ваше Высочество? Хорошо. Есть неприятные ощущения покалывания, жжения? Нет. Сожми руку в кулак. Это хорошо. Ну, вот и всё. Ты себя хорошо чувствуешь? Нормально. Ну, иди. Там тебе поесть приготовили. Евгений Сергеевич, а кто был моим донором? Это рядовой Денисов Ваше Высочество. Очень приятный молодой человек. Вы его, наверное, знаете. Вот она. У вас есть много детей. Понял? Отвестись в этой комнате на Денисове? Немного удачи. Удачи! Отвестись на клетку. Субтитры создавал DimaTorzok Открывая окно, увидал я сирень Это было весной, весной улетающий день И не помню откуда вдохнуло в лицо Запевая, сгорая, зашла на крыльцо Открывая окно, увидал я сирень Это было весной, весной улетающий день Прекрасно Ольга, почему ты не в постели? Ты же больна Мамочка, я замечательно себя чувствую Иди в постель Пожалуйста Пора, дочка Ну вас-то кто сюда звал? Спойте еще разочек Пожалуйста Пастель Иду Я тебя очень люблю, папа И я тебя, дочка Полковнику Кобылинскому Предписывается беспрекословно Исполнять все требования Чрезвычайного комиссара Товарища Яковлева На которого возложено поручение Особой важности Неисполнение вами его требований Влечет за собой расстрел на месте Председатель ЦИК Свердлов Если есть вопросы, спрашивайте Вопросов нет В таком случае они есть у меня Слушаю вас Как здоровье наследника? Болен Не может ходить Остальные? Здоровы Если не считать старшей Ольги Николаевны Что с ней? Уже поправляется Ходит Тем лучше Завтра утром я буду В норме В десять Осмотрим дом и навестим семью Честь имею О, спасибо Почему, Аня, у вас пьет дрова? Вы что, заставляете их Никоим образом? Это их собственное желание Жди меня здесь Обещаю же царю показать Жди Добрый день, Яковлев Добрый день, Романов Идемте Мой сын Алексей Добрый день, Алексей Николаевич Я комиссар Яковлев Василий Васильевич Здравствуйте Как вы себя чувствуете? Болею Присаживайтесь, пожалуйста Спасибо А какая у вас температура? Тридцать семь и пять А вы давно ее мерили? Час назад Вы не могли бы смерить еще раз? Давай, Алеша, попробуем еще раз Простите Благодарю А что вы рисуете? Рисую пассажирский корабль Который я придумал Можно посмотреть? Ух ты Что это? Теплоход Корабль будущего А как же он движется Этот ваш Корабль будущего? Паровые машины Приводят в действие Электромоторы А они уже вращают винты И какова же его скорость? Пятьдесят узлов Ничего себе А водоизмещение? Сто тысяч тонн Превосходно Ну что ж, давайте посмотрим Сколько у нас там набежало? Тридцать семь и девять Да, Алексей Николаевич, вы совершенно правы Ровно тридцать семь и девять Ну что ж, не буду вам мешать Желаю скорейшего выздоровления Рисунки ваши Мне очень понравились Спасибо До свидания Кто он? Зачем приходил? Это комиссар Яковлев Из Москвы По-моему, он хочет забрать нас отсюда Забрать? Куда? Не знаю Быть может, в Москву Зачем? Думаю, большевики хотят, чтобы я подписался Под Брестским договором И ты подпишешь? Нет Лучше я дам отсечь себе руку Чем сделаю это Правильно, Николай Я должен сообщить вам Что являюсь чрезвычайным Уполномоченным Центрального исполнительного комитета Мои полномочия заключаются в том Что я должен увезти отсюда всю семью Но Так как Алексей Николаевич Больный Я получил вторичное приказание Увезти только вас Николай Александрович Я никуда не поеду Николай Александрович Прошу не делать этого Я должен исполнить приказание Если вы откажетесь ехать Я буду обязан Или воспользоваться силой Или отказаться От возложенного на меня поручения Тогда могут прислать вместо меня Менее гуманного человека Вы можете не беспокоиться За вашу жизнь Я отвечаю своей головой Если вы не хотите ехать один Можете взять с собой кого хотите Завтра в 4 утра мы выезжаем Будьте готовы Николай Александрович 9 января У дворцовой площади у меня Шурина застрелили Скажите, пожалуйста Это вы отдали приказ стрелять? Приказа такого я не отдавал Но всю вину за случившееся Беру на себя В народе вас прозвали Николай Кровавый Вы это знаете? Знаю Пьер Андреевич Мама просит вас к себе Что-нибудь случилось? Пойдемте скорее Ты почему плачешь? Папу сегодня ночью возят в Москву Кто увозят? Комиссар Яковлев А как же мы? А мы остаемся здесь Пока ты не поправишься Значит вы не едете из-за меня? Да Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Барышни, дальше нельзя Друзья, мы договаривались Только отъезжающие проходят Позвольте, позвольте, господа Алексей Николаевич Вы не спите? Нет Хотите посмотреть, как уезжают ваши родители? Да Ну тогда позвольте мне взять вас на руки Благодарю вас Только я очень тяжелый Ну я тоже не слабый, нельзя На самом деле вы совсем не тяжелый, ваше высочество Мясо камень И здесь Субтитры создавал DimaTorzok Спокойной ночи. Ваше Высочество. Пожалуйста, Илья Андреевич, не называйте меня больше Ваше Высочество. Почему Ваше Высочество? Потому что мой папа уже не император. Ну и что? Стало быть, и я уже не Высочество. Вы, Алексей Николаевич, Высочество по рождению, и вам стыдиться этого не следует. Вы принц по крови и по воспитанию. И будете им всегда, где бы вы ни были, и чем бы ни занимались. Я очень люблю папу. Особенно теперь. Я понимаю Вас, Ваше Высочество. Вас очень доброе, благородное сердце. Свердлов у телефона. Здравствуйте, Яковлев Михайлович. Это Яковлев из Омска. Я потому сейчас в Омске. По Урал советовал приказ о задержании бывшего царя, царицы и всех, кто с ними. Я потому в Омске. Яковлев из Омска. Яковлев из Омска. Яковлев из Омска. Вот он приказ о задержании бывшего царя, царицы и всех, кто с ними. А какого черта ты повернул в Омск? Ведь ты был уже в Тюмени. Понял, передаю. Они силой оружия заставляют меня ехать не в Москву, а в Екатеринбург. А что же ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы вы отменили решение Уралсовета. Я отменить их решение не могу. Я отменить их решение не могу. Это недемократично. Поезжай в Екатеринбург и подчинись решению СОГГЕПа. Но в Москве вы говорили совсем другое, Яков Михайлович. А вот это уже не телефонный разговор. А вот это уже не телефонный разговор. Приезжай в Москву, поговорим с коммунистическим предметом. Ну как? Екатеринбург. Ну вот, кажется, добрались. Ну как, не растрясло ваше лицо? Слава Богу. Слава Богу. Вы кто? Я генерал Татьяш. Простите, а вы? Я комиссар Голощокин. В сторонку. А вы? Князь Василий Долгорукий. Медведев. Увидите. Куда их? Сам знаешь, куда. Понял. Они с нами. Куда же вы их? В надежное место. Прощайте, государь. Прямо вас Бог. Прощайте, ваше место. Лишь только вечер, затеплется синий, лишь только звезды зажгут. Прощайте, друзья. Храни вас Господь. Прощайте. Заткнись, старый хрен. Господи, храни их. Держись, дорогая. Прошу. Мария. Докладываю. Николай Кровавый задержан в Екатеринбурге. Под надежной охраной в доме особого назначения. Кто с ним? Бывшая царица, дочь Мария, горничная Демидова, лакей, труп, коммердинер, Чемодуров, повар, Харитонов, поваренок, сетник, профессор Водкин. Где наследник? Наследник в Тобольске. Болен? Прими все меры для его скорейшей эвакуации в Екатеринбург. Понял. А где Яковлев? Сидит. Задержан. Отпустите его. Сделаем. Обнимаю. С коммунистическим приветом. Никто не уходит. Всем оставаться на местах. Утро доброе. Ждем подвода. Надо немного потерпеть. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Не ушиблись. Кажется, обошлось. Благодарю вас. Поехали, Денисов! Отставить! Дорофеев, ко мне! Остаешься в распоряжении коменданта дома особого назначения. Будешь царя сторожить. Слушаюсь. Садись во второй возок. Княжну повезешь. Я думаю, что ввиду плохого положения на Урале следовало бы ускорить процесс царя. Положение незавидное, Белочехи наступает. Между тем судебный процесс обязательно должен быть открытым. Мы должны развернуть перед массами неприглядную картину всего царствования Николая Второго. Кроме того, показать, какова была крестьянская политика, рабочая, национальная, культурная, две войны, 9 января и прочее. И ход процесса обязательно должен освещаться и в нашей стране, и за рубежом. Это было бы замечательно, просто великолепно, уважаемый Лев Давыдович. Но где взять время, скажите вы нам. Времени-то как раз и нет. Я абсолютно с вами согласен, Владимир Владимирович. Положение на Урале критическое. Не сегодня, не завтра Белочехи возьмут Екатеринбург. Слышали, Лев Давыдович? Слышал? Я считаю, что нам нельзя оставлять им живого знамени. Согласен. Считаю так же. Пошли. 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 Мама, отец, братья, сестренки, милые. Доченьки, родные мои. Гражданин Романов, не расслеживайтесь, пора. Семья ваша завтрак отсела, без каши останетесь. Не работает. Сегодня вкусно. По-моему, тоже. Ну, вот и хорошо. А мне всегда вкусно. Я рад. Раз тебе нравится, сынок, значит, дело пошло на поправку. Скоро ночам заниматься. А ему не очень-то хочется заниматься. Это правда? Правда. Зачем мне учиться? То есть, как зачем? Чтобы строить корабли, например. Ты же хочешь строить корабли? Да, хочу. Значит, надо учиться. Нет, не надо. Почему? Потому что наш Алёшинка ленится. А вот и нет. Потому что всех нас скоро убьют. Замолчи, дурак! Прости, молчу. Да ты что, Алёша, с ума сошёл? Ты куда? В комнату. Корабль доделал. Ньютер, пожалуйста, положи доктору Боткину ещё котлеты. Девочки, милые, пожалуйста, ешьте. Ники, пожалуйста. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ники, родной мой. Я грешник, Алекс. Я великий грешник. Я погубил тебя, детей, семью, Россию. Нет, мальчик мой, что ты? Мне надо четвиждовать. Прости меня, родная. Прости. Я виноват. Виноват. Успокойся. Успокойся, милая. Войдите. Священник пришёл. Пусть войдёт. Кто вы? Я протвери Ян Сторожев. А вы? Я Юровский. Комендант дома особого назначения. Что мы должны делать? Будете служить обедницу? Обедью или обедницей? Он написал обедницу. Он, это бывший царь Николай Романов. Мы должны облачиться. Где мы можем это сделать? Здесь и облачайте. Спасибо. Миро все и духове твоему от Иоанна святого Иоанна и речтение отмем. О, святый мир Упокойся. 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 И не жених И не жених Матринь бесполечная. 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 Ты знаешь, родная У меня сейчас так хорошо на душе С утра болело, давило все А сейчас будто плита тяжелая спала Мне открылось вдруг, что любить тебя, растить детей И есть мое главное назначение Мне так хорошо с вами Ты знаешь, родная Ты, наверное, не поверишь мне Но я счастлив Кто там? Это Водкин Евгений Сергеевич Простите, ради Бога Что случилось, Евгений Сергеевич? Комендант дома Иеровский просил передать Ночью возможно наступление чехов В целях нашей безопасности Всем надо встать, одеться и спуститься вниз Хорошо, я поняла Сейчас всех разбужу Мама, папа, вы спите? Мы не спим, дочка Я все слышу Мы с мамой сейчас встанем Задача ясна? Ясна Стрелять в девице-мальчишку я не буду Стреляй в целя Сперва судите, потом казните Это постановление исполкома Уралсовета Исполком не суд Рядовой Дорофеев, сдать оружие Бери Пять суток ареста Фотограф Марш Я тоже не будем стрелать Рядовой Лепинч, сдать оружие Десять суток ареста Марш Медведев Проводи Запри Стрелок и Ренать Ты тоже с ними? Нет Я с вами Всем оставаться здесь Я пошел за семьей Никулин Прошу всех следовать за мной Прошу всех следовать за мной Прошу всех следовать за мной Режим Я покажу Затем Стрелок Режим Настя Медведев Медведев Субтитры сделал DimaTorzok А вы теперь, доктор, прощаете? Принесите два стула Наши враги за границей Распространяют слухи, что вы и ваша семья ликвидированы Это неправда Вы живы, здоровы Сейчас мы сделаем фотографию, чтобы опровергнуть эти слухи Николай Александрович Встаньте, пожалуйста, поближе Еще ближе Смелей Вот так Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, встаньте К своей матушке ближе Мария Николаевна Чуть правей Доктор, чуть левее Теперь хорошо Теперь всех видно Решением Исполкома Уралсовета Вы, Николай Александрович И ваша семья Приговорены к смерти И сейчас будете расстреляны Что? Что вы сказали? Повторите Господи, прости Их не ведают, что творят Господи, прости Господи, прости Господи Ничего Встали Тряпки, ледра неси Быстрей Трупы В грузовик Тряпки, ледра неси Прославить Алексия Великих княжон Ольгу Татьяну Марию Анастасию Анастасия 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!